Великое Отечество Понимаете? Поэтому слово и дело это очень разные вещи. У нас в стране 30% женщин подвергаются семейному насилию. Каждый час 36 тысяч женщин избиваются своими мужьями. Это потому, что у нас гимн мало играют. А при чем тут это, Николай Карлович? Вот вы бы этим занимались. Они красивые слова говорили. Николай Карлович, когда вы говорите о демагогии, то нужно вспомнить, что вы все время говорите о свободе. Это тоже демагогия, Николай Карлович? Когда вы говорите о свободе выбора, о воспитании и свободе выбора в воспитании, это значит, что вы своим детям, своему сыну давали возможность выбора. Уважать дедушку за то, что он воевал с фашистами и проливал кровь. Или не уважать дедушку за то, что он так работал, деньги держал в сберкассе, потом во время гайдаровских реформ они сгорели и он не сумел купить квартиру в Москве. Вы это давали ему возможность выбора? Уважать деда или не уважать? Я всем понимаю, что вы от меня сейчас хотите. А я вам поясню, Николай Карлович. Я вам поясню. Можно я скажу? Вы уже все, что могли, пояснили. Теперь я вам скажу, что вы привязались к слову «свобода» и слову «либерализм». Значит, я вам скажу, почему вы привязались. Слово «либерализм» очень многих людей вашей системы мировоззрения раздражает. Именно потому, что оно связано с словом «свобода». Да, мы не любим либералов. Мы этого не скрываем. Не любим либералов, конечно. Да, вы их любите в странную любовь, я знаю. Значит, есть замечательный способ измазать либерализм и либерала. Очень хороший способ. Такой чисто гастрономический. Я научу. Значит, берешь либерала и густо его вымазываешь понятно чем. Каким образом? Помещаешь его в негативный контекст. Вот слово «либерал» и «либерализм» помещаешь в негативный контекст. Плохое воспитание. Либеральное. Хорошее патриотическое. Николай Карлович, здесь значительно более по-русски. Можно я скажу? Можно? Я тоже умею по-русски говорить. Значит, плохая погода, либеральная, дождливая, промозглая, хорошая патриотическая погода, здоровая. Плохая собака, брехливая, кусачая, либеральная собака, хорошая собака, управляемая, патриотическая собака. Вот это то, что вы сейчас делали. Чего вы ко мне... Плохая собака, хороший пёс. Хороший пёс, да. Что вы... Вы мне хотите, чтобы я вам сейчас за минуту, отвечая на вопрос, сказал о том, как я воспитывал своего сына? Я его нормально воспитал, уверяю вас. Вам того желаю. Николай Карлович, я могу предложить вам альтернативный способ, как вы говорите, замазать либерала. Нет, мне не надо. Нет, он очень простой. Дайте возможность либералу говорить, и этого достаточно. Спасибо. Извините, не хочу ничего сказать. Даю возможность говорить либералу. Либерал Юргенс. Альтернативный способ замазать либерала. Дайте возможность либералу говорить, и этого достаточно. Нет, мне не надо. Дайте возможность либералу говорить, и этого достаточно. Нет, мне не надо. Нет, мне не надо.